Так, всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это свежий выпуск «Мнения дилетанта». Так как большой ротик получился на прошлый выпуск, поэтому решил побыстрее еще один записать, тем более, что есть о чем поговорить. А говорить будем о спорте, о спорте высоких достижений, ну и в связи со всем этим допингом скандалом. Собственно, выпуск так и называется «Спор от высоких достижений» или «Почему так классно жрать дурбинг?» Ну, начну издалека, с детства. Когда-то я очень любил следить за спортивными всякими достижениями, болел за команды определенные, за спортсменов, покупал много спортивных всяких газет, СМИ. Я даже тут вот сейчас подобрал для нашего с вами разговора, у меня тут много, кое-чего сохранилось, просто похвастаться. Я специально сохранял через года, как я этим всем занимался. Ну вот, например, смотрите, газета была «Футбольный курьер», она сейчас, по-моему, уже и не выходит. 1993 год, специальный выпуск о том, как закончились все футбольные чемпионаты в Европе. То есть тут открываешь, например, Австрия, Югославия, еще тогда бывшая, Ирландия, и читаешь, как тут, знаете, одно… Был бразилец. Ну, в общем, я к тому, что я еще дальше не буду вам показывать в течение разговора, я к тому, что очень всем интересовался. Но с течением времени, с изменениями вообще в мире определенными, я все меньше стал верить спортсменам. Ну и вот этот скандал, что сейчас много российских сборников, вообще-то много российских спортсменов пойманы на Мальдонии, по-моему, на каком-то определенном допинге, который только с 1 января стал запрещенным. Ну, знаете, тоже там пошли комментарии, это все против России, специально унизить. Ну, я, честно говоря, в этом плане не думаю. Я просто уверен, что практически все знаменитые спортсмены принимают допинг. Ну, в плане, например, Шараповой, да, то, что она принимала в Мальдонии, там, ну, реально, она сама виновата, потому что уже, она сама сказала, что ей прислали 5 e-mailов, и она их пропустила. То есть, человека предупреждали о том, что вот, смотрите, с 1 января этот препарат будет запрещен. Если вы попадетесь на то, что вы применяли, употребляете с 1 января, имейте в виду, вам вот то-то, то-то грозит. Ну, Шарапова все прогенерировала, и в итоге поплатилась теперь. Но, даже если вот абстрагироваться от всего этого скандала, я уверен, что все современные популярные спортсмены принимают допинг. Именно поэтому я, в основном, перестал смотреть все эти соревнования. Тут, понимаете, дело не в том, что они принимают или не принимают, а тут уже вопрос, слишком-слишком много им денег за это платится. Давайте уже к основной теме, когда. В 80-е считается, что началась эра спорта, то есть эра профессионального спорта, когда спортсмены начали зарабатывать большие деньги. До этого момента, ну, не этого, нет какого-то определенного момента, это так вот, как гора примерно нарастала. Ну, примерно так, до середины 80-х, по-хорошему, спортсмены не могли похвастаться какими-то астрономическими заработками. То есть они, ну, как средний гражданин могли заработать в течение всей жизни. То есть им не надо было гробить свое здоровье, применяя допинг. Не надо было, то есть они старались, конечно, нарастить мышцы, то есть привести свое тело к такому состоянию, когда оно выдаст максимальный результат. Но они вот добивались, потом уходили на заслуженный покой. И если вы, там, почитаете историю многих чемпионов, вот, до начала 80-х, они потом работали другими профессиями, и никто из них, там, не сокрушался, что вот у него закончилась спортивная карьера, что он каких-то денег не заработал. То есть, по-хорошему, в некотором смысле, это был любительский спорт. Хотя там были профессионалы тоже, само собой, но даже в профессиональном спорте, там, в хоккее, ну, там, где долго человек мог находиться на высоком спортивном уровне, там все равно зарплаты были, ну, средние. То есть, ты мог пойти работать менеджером в фирму, либо пойти хоккеистом зарабатывать, если ты хорошо играешь, если ты хороший менеджер, у вас была примерно равная карьера. Что же произошло? Произошла такая штука, как телевидение. И вот в начале 80-х телевидение поняло внезапно, что людям очень интересно смотреть спортивные соревнования, а спонсоры, всякие рекламодатели с большим удовольствием там размещают свою рекламу. И я вам напомню, или расскажу, может, вы не знали об этом, что самое дорогое место размещения рекламы в мире это телевизионная реклама во время финала Кубка по американскому футболу, Супербола. Вот это самое дорогое рекламное время за всю историю, по-моему, там несколько миллионов долларов одна минута стоит. Я уже точно не помню. Ну и, соответственно, так как стали появляться рекламодатели, у телевидения стало появляться больше денег, то и спортивным функционерам захотелось получить эти деньги, так как они организовывают это соревнование. То есть телевидение просто последнее, грубо говоря. И если, конечно, раньше, да и сейчас люди, конечно, ходят на стадионы, это все с собой понятно, но стадион ни в какой мере не может даже рядом стоять по количеству аудитории с телевизионной трансляцией, особенно если это популярный какой-то вид спорта или соревнования. Значит, решили спортивные функционеры на этом денежку заработать, ну и, соответственно, деньги пошли в спорт и в клубы, и эти клубы уже захотели покупать более сильных игроков для того, чтобы именно их трансляции, их чаще транслировали, они больше получают деньги за трансляции, и, в общем, бизнес, такая бизнес-цепочка. И она с собой повлекла повышение гонораров спортсменам. Ну, к кадровым видам мы давайте еще немножко позже вернемся. Сначала проблема, конечно, появилась вот в индивидуальных видах, там, в легкой атлетике и прочем. Например, вы в курсе, что рекорд мира в беге на 100 метров среди женщин был установлен в 88-м году, если меня извиняюсь, давным-давно. И он до сих пор... Девочки сейчас бегают, и они даже близко не могут к нему приблизиться. Причем рекордсменка... Вы знаете, извините, я забыл, как ее зовут. Хочу сказать Джеки Джейнер Кирсер, но, по-моему, нет. По-моему, я пупер с кем-то. Ну, это можно представить, кто рекордсменка в беге на 100 метров. Она умерла с кратичного приступа в 40 лет. И хотя употребление допинга ей не было доказано, я думаю, ну, это настолько... Мало кто из профессиональных спортсменов сомневается в том, что этот рекорд был установлен с помощью допинга. Просто тогда его не смогли словить. Ну и, конечно, профессиональная спортсменка, которая умирает в 40 лет, тоже много вопросов возникает по этому поводу. И вот именно индивидуалы сначала стали вот этим всем заниматься. Просто потому, что они мало зависят от командных действий. Ты, если ты футболист и принял допинг, я очень сомневаюсь. Ну, конечно, там могут тебя дисквалифицировать и прочее, но победить все-таки это тебе мало поможет. Потому что это у тебя должна быть еще вменяемая команда. А здесь ты сам себе бегун, сам себе прыгун и сам себе подниматель штаба. И здесь, конечно, это все расцелло по интуиции. Более всего это заметно было в велоспорте. Последний самый громкий скандал – это то, что семикратный победитель Доруда Франц, Ленс Аруска, который на протяжении всей своей карьеры утверждал, что он не принимает допинг. Хотя, конечно, всех очень удивляло, как человек может семь раз подряд выбрать Тур-де-Франц постельно там. Ну, это… То есть он либо какой-то… Ну, не знаю, то есть уникум в физическом плане, либо человек принимает допинг. В итоге все-таки я сказал, что он принимает допинг, его лишили всех этих званий, но все равно деньги-то он какие-то заработал на этом. И он уже их не вернет. То есть получается, что выгодно все-таки принимать допинг, появляться какой-то сдамятной фигурой, за это получать деньги, а потом, ну да, принимал, боже, у тебя уже есть эти миллионы. Ну, это все-таки уровень, как сказать, совести какой-то должен быть, но если вы посмотрите на нынешний мир, в основном именно люди бессовестно что-то там зарабатывают. Потом спокойно там сидят с этими деньгами и вуз себе ведут. И вот постоянно вот эти проблемы. Получается, что антидопинговый комитет обычно просто не успевает за новыми веяниями в миллидопинге. Поэтому у них, например, было ввезено в свое время такое правило, что все пробы теперь хранятся вечно. Вечно. Ну, это не сразу было, но все-таки. И эти пробы постоянно потом проверяются на новые виды допинг. То есть вот они нашли новый допинг, это проверяется. Ну, блин, это то же самое, что у нас в ЦИЛе. Знаете, человек находит какой-нибудь баг или лазейку, да, он никому не рассказывает об этом, он начинает ее тихонечко пользоваться в своих играх, чтобы она им помогала побеждать. В том, когда этот баг находит, начинают лопить, типа, нет, это нормально, это вполне в духе ЦИЛа, зачем вы это запрещаете, вот такое. Ну, и вот и здесь то же самое вопрос щиты-меч, допинг и антидопинг, как это все выяснить. Но тоже хорошая идея была, что они навсегда храняли эти пробы, их проверяли. На этом попалось уже много российских спортсменов. То есть это сейчас не первый скандал, там, вообще, если вы, как бы, не в курсе, еще до Шараповой очень много легкоатлетов не на этом Мальдоне, а на чем-то другом попалось, и сейчас вообще решается допускать ли российских легкоатлетов к участию в Олимпиаде в Брио-де-Жанейро летом. И, то есть, настолько это массово, оказывается, было. То же самое было с российскими лыжницами. Помните, была Егорова, Лазутина, вот там тоже какой-то проблем была. Ну, кстати, вот к лыжам, к биатлону, еще я только про российских. Вот у нас есть наша Дарья Домрычева, она Кубок мира завоевала, сейчас сезон пропускает. И точно такой же есть чувак Мартен Фуркат, который там все последние Кубки мира выигрывает, по-моему, 5 лет подряд, 7 лет, я не помню. И вот почему-то, что Мартен Фуркат, у него постоянно мононуклеоз, проблема. Вон, дай мне Домрычева пропускает сезон, потому что у него мононуклеоз. Ребята, вы спортсмены. Ну, я вам уточню, уже такой мононуклеоз, это такое вирусное заболевание, ну, чем-то похожее на простуду, но там намного все более серьезно. Самое главное, что еще оно вызывает с изменением крови. И я к тому, что очень много видов допингов вводится как бы переливанием крови, чтобы это было менее заметно. То есть, в моем понимании, скорее всего, что один, что другой, ну, это, логи, понятно, что их обоих не поймали. Но, видимо, они занимаются переливанием крови, которое дает ему какое-то определенное преимущество. И вот на этом фоне они подхватывают всякие вирусные болезни. То есть, люди, которые этого всего не знают, то есть, они просто там, какие-то болезни своих кумиров, им как бы достаточно просто за них болеть. Но есть такая интересная поговорка, я почему злой? Да я злой, потому что все замечаю. Так и в данном случае мне сложно уже болеть за людей, когда я, ну, немножко поразмыслив, понимаю, что они это все делают нечестно. Не в том, как бы, дело даже не в том, что... Мне не важно, например, чтобы Беларусь везде побеждала. То есть, я болею за беларуських спортсменов. Мне реально достаточно, что я вижу, что человек старается. Вот видно, что он как бы не вздемогает себя, что... Ну, у него не получается, ну, там, займет десятое место. Да мне похер, честно говоря. Я видел, что ты стремился к победе. Эти бежали лучше тебя. Но ты вот вырос в каком-то месте рядом со мной, занимался в том месте, куда я там, ну, в раунчик в данном случае про геатлон говорю, где мы частенько бываем и... То есть, этот человек чем-то близок мне, да? Но это все ушло вот с этими большими деньгами. Потому что, во-первых, эти спортсмены, они просто реально очень много зарабатывают. Намного больше, чем мы с вами. В любом случае. И они... Это уровень, ну, поп-звезд музыкальных. Но в моем варианте представление о мире поп-звезды что-то создают. То есть, вам может не нравиться эта музыка, но это создание чего-то. То есть, любой человек, который что-то создаёт, уже у меня вызывает определенное уважение. Спортсмены же просто соревнуются между собой. То есть, это... Ну, это работа, да. Это старание, стремление к чему-то. Но в итоге это просто вот... Выброс какой-то радости в момент победы. Но после себя это мало что оставляет. Поэтому, по моей логике, они... Ну, мне кажется, спортсмены не должны получать настолько много денег. Но проблема вот в телевидении. Ну, конечно, сейчас это не только телевидение, но и интернет, потому что и там много всяких трансляций. Происходит реклама, двигатель торговли, реклама, двигатель денег в большом спорте. Но сейчас перейдем к игровым видам спорта, потому что там тоже много всяких вопросов. Вот я вернусь, опять же, к футбольному курьеру. 1993 год. Это переломный год, потому что после этого в Англии создается первая профессиональная лига, футбольная премьер-лига, именно вот в этом году. То есть теперь чемпионатом заведует не федерация футбола, а конгромерат владельцев футбольных клубов, которые, собственно, зарабатывают на продаже прав трансляций своих матчей. И кто-нибудь в курсе, премьер-лига – это самый богатый дивизион, вообще спортивный дивизион в мире. Там в районе двух миллиардов, по-моему. Да, он богаче НХЛ, богаче НБА. То есть это огромные деньги. А, кстати, вторая лига, ну, как бы, премьер-лига и следующая лига чемпионата Англии на восьмом месте. Ну, представляете, какие там деньги, да? И отсюда начинается повышение зарплат футболистов. То есть начинаются здесь суперзвезды. Вот тогда, кстати, если это вот Эрик Антона блистал в премьер-лиге. Потом, конечно, будет Эра Бехма, ну и так далее. Но, кроме этого, еще, по-моему, в 95-м году происходит такой судьбоносный судебный процесс дела Босмана. Я думаю, уже мало кто об этом помнит сейчас. И из нынешних, из нынешней молодежи, которая болеет за команды вообще, мало кто помнит, что такое было вообще, но раньше в футбольных командах играли только игроки с гражданством этой команды. Можно было, по-моему, два легионера к себе позвать. Но в целом, на основном, все команды были укомплектованы местными игроками. Ну, в конце, кстати, все чемпионы есть, и тут список этих. Состав команд. Например, чемпион Германии Вердер, вот состав Рэг, Рох, Брацет, Майрсдорфер, Бокенфельд, Ортен, Заурлига. Короче, сплошные немцы, я к этому. Олимпик. Бартес, Айдели, Бали, Десаи, Демек, Дешам, боже, какие имена все. Ну, вот, кстати, и два регионера в Олимпике. Агаде Пеле и Майен Бокшич, хорват. Слушайте, все это помню зачем-то. Ну, два легионера. В Милане знаменитая тройка была Райкот, Гойлит, Манбастен. Это три легионера можно там на проливо пускать, да, вру. То есть, команды все равно были местными. И у тебя не было, даже если у тебя куча денег, у тебя нету возможности скупить всех самых лучших игроков, чем сейчас занимается Империал, Барселона, Манчестер, Юнайтед. Поэтому, там, в финале лиги чемпионов планировали какую-нибудь румынскостьяло играть, потому что они вырастили у всяких игроков. Шведский, Мальмёр. То есть, тогда было большее разнообразие. Так вот, дело Босмана. В связи с тем, что появился Евросоюз, даванский футболист Босман, или бельгийский, не помню, только даванский, или бельгийский, он подал в суд на какой-то из своих футбольных клубов, потому что ему отказали в трудоустройстве из-за того, что у них уже был лимит легионеров. И он, как бы, ну, Катя вполне логично подал в суд, сказал, а что за фигня? То есть я, если бы я был в любой другой специальности, я могу в Евросоюзе устраиваться где угодно, нет никакого лимита вообще. То есть я, как гражданин Евросоюза, могу в другую из Бельгии поехать, например, в Испанию и устроить водопроводчик. Мне никто не скажет. Ну, те не могут отказать вот ввиду того, что у нас лимит водопроводчиков из Бельгии. А тут что это за футбольная фигня такая? И он выигрывает этот суд, это вводится в правила, и в Евросоюзе просто заканчиваются все эти вопросы лимита легионеров. И тут начинается другой вопрос. А, собственно, нафига мне болеть за эту команду, если там играют люди из других концов света? То есть я просто болею за бренд тогда. А мне не нравится болеть за бренд. Вот я, когда был футбольный чемпионат в Беларуси, я вообще-то пришел на самый первый матч футбольного чемпионата в Беларуси, играли Динамо Минск с Молодечном. Потому что я родился в Молодечном, у меня куча родственников в Молодечном, и хотя там, ну, команда так себе была, но я пришел именно в Минске на этот матч, в первом, я вам 10 лет было, и сидел там за Молодечном, болел. Эти матч закончились в 0-0, очень умный, умный матч был, но я его помню. Помню еще, кстати, потому что там болельщики кричали, там вышли девушки в национальных костюмах, типа, открытие первого независимого чемпионата Белоруссии по футболу, вышли с этим хлебом с солью, и там болельщики кричали «Дайте бабу покрасившей Гоше». Только потом, я через много лет узнал, что Гоша это Григорий Кондратьев, он как раз тогда заканчивал свою карьеру в Молодечном, для этого он отыграл в Минске, для чего он чемпион СССР в составе Динамо-Минск, после этого он стал тренером, привел сборную Белоруссии молодежную к бронзовым медалям чемпионата Европы, вывел их на Олимпийские игры, ну тогда кричали типа «Выдайте Гоше бабу покрасившей», что-то запомнилось. Ну и вот, я все равно через все года я болел за Молодечном, потому что там все равно играли в основном люди, воспитанники молодежной футбольной школы, потому что по-другому невозможно было. Да, там, конечно, можно там переходить внутри Беларуси, никого это не смущает, но обычно вот ты выращиваешь специалиста какого-то и он у тебя там играет в команде. То же самое по всему миру было. Что сейчас? Сейчас просто ты выращиваешь отличного футболиста и у тебя в завешенные деньги покупает какой-нибудь богатый клуб из Европы. И получается, что по-хорошему смысл существования чемпионатов в маленьких странах вообще нету. Я тут, ну я знаю, что я там чемпион БТ, но просто потому, что в него там хоть какие-то деньги вкладывают, он может как-то на уровне соревноваться, и то он покупает там Бразильца, Бресна, да, наверное, уже не играет, да, Бресна. Я опять же говорю, не слежу. То есть я не могу вот за эти бренды болеть. Вот что у меня там, раньше, когда все было по-другому, то есть я болел, мой любимый клуб был Милан, я вам так скажу лучше. То есть вот я всегда как-то что-то Милан побеждал, потому что там все эти футболисты у меня были на слуху. Ну, в первую очередь, я помню именно из-за Ланбастера, но потом, когда он из-за травм закончил, мне нашлось из-за кого тоже. То есть мне уже было неважно на каком месте Милан, вот Милан чемпион, например, да, если мы берем просто... А вот сейчас, что там в Милане, за кого мне болеть? Хотя, кстати, в Италии, в Италии все-таки очень бережно относятся к своим футболистам, и по-моему, на последнем чемпионате мира именно итальянская сборная была единственная, которая была составлена из игроков только своего чемпионата. То есть все-таки люди там пусть как-то остаются, хотя итальянский дивизион не самый богатый. Или вот, вот сейчас я хожу на хоккей Динамо Минск. Ну, это программка одного из матчей. Давайте откроем состав. Братари. Типичные белорусы. Келин Лаланд, Джефф Гласс. Еще кто у нас? Райан Гундерсон, Мэтт Эллисон, Джонатан Чичу, Лукаш Краевич, Краин Глесский. Причем Эти все люди именно на первых ролях в команде. Из Беларуси, наверное, пожалуй, только си Алексея Халюжного можно отметить. Полщихура. То есть вот, если эти люди уйдут, Динамо и так не прошло в плей-офф континентальной хоккейной лиги. А если эти еще свалят, то вообще непонятно. Ну, как бы, вхожу чисто от безысходности на самом деле, потому что, ну, больше, больше нету в Беларуси каких-то вменяемых вариантов. То есть у нас получается в основном не битва по силе, да, а битва бабла, если так, по-хорошему. И мы вынуждены пересмотреть там в финал, ну, какие-то последние игры Лиги Чемпионов, где самые богатые клубы скупили самых сильных игроков и вот они играют и показывают самый высокого экстракласса футбола, предположим. Ну, вот у меня, честно, у меня к этому душа не лежит просто. Я не могу болеть за бренды просто. Я хочу болеть за какую-то команду. Пускай она проигрывает, пускай не так хорошо у нее получается, но вот это как бы вот есть боление. Причем в тех же, кстати, в Англии в этом плане культура сохранилась, потому что там очень много команд, они играли там в каких-то нишах дивизионных, но у них все равно есть своя какая-то торсида, своя, свои поклонники, которые светят за их развитием и болеют вне зависимости от того, во-первых, они места были на последних. Я думаю, кстати, мне многие могут в комментариях возразить, что типа, Леша, а вообще-то в российском футболе, кстати, если вы еще не слежу, вот тоже был, когда в России купил себе спортэкспресса, календарик, но раньше, я вам скажу честно, я болел за Спартак всегда, Ановка и, естественно, Карпин, даже когда он был и тренером, то есть мне как бы интересен именно Спартак, если уж так брать, но сейчас мне пофигу абсолютно, Зенит там был чемпион, ЦСКА, хоть крылья Советов, Мордория, надо за Мордорией поборить, Мордория вперед, так вот, мне могут возразить, что типа, как раз в России там ввели лимит легионеров, что типа, Россия не входит в Евросоюз, у них сделано, я не помню, какой уже это сезон, это не первый, по-моему, все равно, да, что в российском чемпионате лимит на легионеров как раз введен, можно только, по-моему, три легионера, что ли, как вы видите, пять легионеров, я не помню точно, но, тут появляется другая проблема, то есть, вы понимаете, что все проблемы, на самом деле, из-за денег возникают, другая проблема, что теперь российским футболистам нет особого смысла расти над собой, что ли, потому что у них есть уже места, они знают, что они конкурируют только между собой, а не с легионерами за эти места, потому что легионеров определенное количество, больше их не будет в команде, и из-за этого, собственно, я думаю, что показатели российской сборной по футболу будут ухудшаться, они и так особо никогда не были на высоком уровне, но сейчас будет еще хуже, то есть, в данном случае игроки будут разбалованы высокими зарплатами, но при этом низкой конкуренцией, это вообще, по-моему, самое худшее, что может быть в бизнесе, по-хорошему, не знаю, что там будут менять, то есть, тут в КХЛ, как-то, по-моему, пытаются это протолкнуть, но я надеюсь, что в хоккее этого все-таки не будет, и хоккейная сборная России как раз конкурентна, и она выдает очень неплохие местами игры, ну, и турниры там побеждает, все это нормально, поэтому, на самом деле, проблема не в дупинге, вот во всем этом, а проблема в больших гонорарах, конечно, мне хотелось бы сказать, что как классно вернуться к эре любительского спорта, когда люди просто участвовали в соревнованиях, пытались им напугать свое мастерство и за это получить уважуху, а не какие-то деньги, но, к сожалению, это сейчас невозможно, потому что к спорту огромный интерес во всем мире, трансляции собирают большое количество зрителей, и, соответственно, никто в здравом уме не будет отказываться от этих денег, а если есть рекламные деньги, то и спортсмены хотят эти деньги получить в любом случае, тоже, так как ты профессиональный спортсмен, ну, а зрители, соответственно, если им сказать, вот тут будет соревнование любителей, а вот тут будет соревнование профессионалов, то, конечно, люди будут создать соревнования профессионалов, если у них есть этот выбор, так что здесь просто всем стать любителями и не соревнования такого не может быть в принципе. давайте я вам попоказываю еще всяких своих коллекций, вот это призбол, это наша, ну, по-моему, лучшая СМИ белорусская по спорту, всегда была, сейчас газета 97-го года, просто интересно, посвященная игре сам себе тренер, но я думаю, что сейчас это как-то фэнтези-футбол называется, когда ты сам составляешь какую-то команду, из игроков играешь, очки за нее, но я не участвовал, остановимся, запись, я не участвовал, честно говоря, мне не интересен фэнтези-футбол почему-то, но я когда-то купил просто что-то, такой момент истории у меня сохранился, и этот чемпионат проходил как раз по серии А, видите, тут табличка есть, прочее, и аж даже публикует всю таблицу участников, которые участвовали, тысячи человек, то есть люди там заполняли это все, посылали, все это очень интересного, постеры Паула Мандини и Петр Кочур, Петр Кочур это наш белорусский популярный футболист, дальше, чем я еще занимался, вот, конечно, все чемпионаты мира, вот, газета, 1998 год, сегодня открывается чемпионат мира по футболу во Франции, вот, я решила, что в газете очень, ну, мне жалко эту табличку, я ее отсканировал на маленький источек, и вот сделал бабочку, и вот я заполнял здесь табличку, а потом еще от руки, покажу, от руки все результаты матча, причем уже тогда у меня был компьютер, интернет, кто-то, года через два появился, но я предполагал, что это все может быть, так покажу, все это может, можно будет где-то проще найти, потом, да даже, ту же самую газету купить, где это все написано, но мне хотелось вот, самому это все делать, вот, настолько я, как бы, этим всем увлекался, так, что еще, вот, чемпионаты мира следующих годов, вот, это, тетрадка в Польше когда-то была, я вот, до сих пор сейчас смотрю на нее, думаю, вот этот, тут две девочки или мальчик и девочка, потому что они, как и так странно выглядят, но не важно, вот, это 2002 года уже чемпионат, то есть я вырезал из газеты, я уже решил, что мне руками писать в лон, но таблички нарисовал, чтобы их, вносить туда результаты, и вот, вносил все результаты матча, вот уже, одна восьмая финала, и так далее, одна четвертая, Англия, Бразилия, это дальше с 2006 года тоже, да, вот начало чемпионата мира 2006 года, формул на носу, вот, здесь у меня тоже все вносилось, все таблички, кстати, последнего чемпионата я уже просто купил, и вот так, висела она на стене, вот там он, и вносилось все, а это вот я ездил, кстати, в Подмосковье работал, под клином, под клином работал, пионер-важат, ну как, вернее, пионер-важат, сейчас уже называется, в оздоровительном детском лагере, и как раз в это время чемпионат Европы по футболу шел, вот такую навличку от руки нарисовал, и вместе с детьми мы за всем этим следили, вот я помню, как Португалия, Греция, в финал, когда сидел в холле, ну, телевизор был в холле корпуса, где отряд спал все-таки, и как мы ночью сидели, я и еще двое вожатых, и наблюдали за этим матчем, и за этим голом на последние, ну, там несколько минут оставалось уже до конца матча, когда, по-моему, Карагунис, если не изменять память, зафигачил гол, там, конечно, ну, это настолько было неожиданно, что Греция победила на чемпионате Европы, тем более, конечно, что он в Португалии и Испании проходил, потому что все думали, что снова португальцы все, без проблем, победят. Как я тебе напомню, единственная команда, которой Греция проиграла, была Россия, вот в первом матче чемпионата России выиграли Грецию 2-1, все, после этого греки идут вперед, и становятся чемпионами Европы. То есть это, ну, блин, это вот все моменты, к чему я это все говорю, потому что единственным спортивным соревнованием, которое я еще смотрю, и которое у меня вызывает эмоции, это именно всякие вот чемпионаты мира и чемпионаты Европы, потому что там люди собираются собственно, уже не за деньги, им, конечно, платят там, национальные федерации, но это несравнимо с их донорарами в клубах. И тут сразу видно, кто великий, а кто все-таки так, знаете, немножко. Это и потому, что, например, если сравнить Криштиану Роналду и Луиша Фигу, то, в моем понимании, Луиша Фигу на многом, несколько порядков выше, потому что Криштиану Роналду не может никуда Португалию вывести. А с Фигу она играла и в финале чемпионата Европы и до полуфинала чемпионата мира доходила. и то же самое касается Энс Эльдио, конечно, не здравствующуюся Энс Эльдио тоже велик. Если мы говорим про Марадонну и Месси, то, конечно, блин, Марадонна просто личность, это просто чувак, который, ну, он сразу яро сам по себе. А Месси деньги зарабатывает, он прям видно, вот сейчас есть там проблемы какие-то с налогами и Месси все на своего папу сваливает, да, типа, ну, я думаю, что они договорились, конечно, понятно, что это так придумано, но смысл в том, что хоть и дошла Аргентина до финала последнего чемпионата мира, я за нее болел, потому что я всегда очень рад, так как, за Аргентину и Голландию болею, но в данном случае, блин, насколько было видно по всему турниру, что нет, нет, ну, как Месси не изображал, что ему там грустно, этот проигрыш, ну, не веришь ли ему, он старался поберечь, он не, ну, не нужна ему эта сборная, он не, не игрок в сборную, то есть, вот видите, он не может, если ему не платят за это деньги, он не может хорошо играть, вот как бы, я так понимаю, и вот именно поэтому я там, чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы, вот, не надо было, чемпионат Европы по гандболу, где сборная Беларуси очень неплохо выступала, там такие дикие матчи были, прям в одно очко, с большим удовольствием сорял, ну, а все остальное, то есть, там, где меня заставляют либо болеть за бренд, просто, либо болеть за человека под допингом, ну, меня уже к этому душа не лежит, к сожалению, современный спорт высоких достижений как-то вот не заставляет за собой следить и интерес не представляет, хотя в этом плане, поэтому возможно и становятся популярны, намного более популярны соревнования по компьютерным играм, просто потому, что там допинг-то особо никак не влияет ни на что, а проверить читеров, обманы и прочее намного проще, чем в спорте. Понятно, что это новое поколение и новому поколению интереснее свои новые игрушки, но на самом деле это все происходит как из кризиса вот этого спорта физического если хотите. А, кстати, я еще хотел показать тут у меня тетрадочка Олимпийские игры в нога, на это я по-моему в девятом или десятом классе был у нас, все от руки делалось, все результаты некорбежный спорт. А вот еще хотел показать, ездил на шахматный турнир в Польшу, у нас тогда еще таких альбомов не было, альбомы с наклейками. Вот у меня тут альбом НБА 95-96 год, тут, конечно, ну, я фанат Чигага Булз, естественно, тогда было, думаю, что у всех, кто в 90-х, но, серия НБА не фанат Чигага Булз, я вообще не гордился, что у меня наклейка Майкла Джордана есть, есть наклейка с логотипом Чигага Булз, ну, я не все успел, естественно, за шахматный турнир собрать, вот тут самые футболиные, другие такие только имена, Джакки Лавил, Дэвид Робинсон, Харм Мелон, Шон Кемп, Алонзен Морген, Кокима Лоджи Вон, Форфер, ну, тогда, ну, хотя, кстати, мне кажется, вот сейчас эра суперзвезд НБА тоже возвращается, потому что, ну, довольно много сильных игроков, и которые личности еще и всякие не представляют. Потом, когда я приехал, уже летом 96-го у нас появились альбомы с наклеками, посвященный чемпионату Европы 96-го года, просто ради прикола вам сейчас покажу. Ну, естественно, я тоже не все собрал, на самом деле, португальская сборная, дольщане, вот что, просто сборная России, мне это не много, но вспомните фамилии, Лири Никифоров, Станислав Черчесов, Василий Кульков, Илья Санбалай, Бостовой, Дотровольский, Бесчастных, Карпин, конечно же, Анопко, само собой, Радченко, Юран, Дмитрий Харин, хотите, если ты был в Артем, тогда Харин, или Черчесов, хотя Харин тогда за Челси играл, между прочим. То есть, у нас Россия с Челси связана очень много. В общем, сейчас у меня, ну, конечно, мне уже не интересно наклеивать наклейки в альбомы, это само собой понятно, но мне просто не интересно вот особо следить за всеми этими событиями, кроме, кроме вот, чемпионатов Европы, чемпионатов мира и так далее и тому подобное. В общем, буду завязывать. На этом опять я кучу всего наговорил. Я думаю, тем, кому спорт интересен, в общем, со мной подискутируют в комментариях. Ну, а на этом все. Вы слышали и видели Лешу Халецкого. Это был очередной выпуск мнений дилетанта. Покенем.